Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хасл Касл. Давайте посмотрим подарок от администрации. Так, милорды и миледи, начинается празднование лунного нового года. Граф уже подготовился к нему и ждет вас у ворот замка с различными наградами. Чтобы все могли скорее принять участие в событии, мы подготовили для вас начальный набор монеток счастья. Они пригодятся для получения наград. 500 монеток счастья, забираем ребята. Так, что у нас по новостям? Обновление игры. Милорды и миледи, скоро мы начинаем празднование лунного нового года. Но для начала всем нам нужно помочь магу Шу с путешествием, чтобы он добрался до каждого замка и помог устроить самый настоящий праздник. Проходите сложные испытания на острове праздника весны, чтобы победить злобного дракона по имени Зверь, который хочет помешать проведению праздника. Каждый из вас за прохождение испытаний зверя вносит общий вклад в помощь с путешествием мага Шу. Станьте обладателями неповторимых амулета и кольца с уникальными свойствами, а также фон для внешнего вида замка, на котором можно самому запускать фейерверки. Нарядите своих жителей в праздничные костюмы, дарите новые подарки своим друзьям или случайным встречным, зарабатывайте монеты счастья для получения призов, проходите остров праздника весны, побеждайте других игроков на карте, участвуйте в турнире, посещайте бухту самоцветов, проходите вторжение, смотрите рекламу и зачищайте уровни в портале. Чем больше монет счастья вы соберете, тем больше шансов получить уникальные награды на праздничные рулетки, которые будет доступны у Грава, ожидайте его возле ворот вашего замка совсем скоро. Также исправлено описание действия и искажение времени у артефактов. Все что ли, да? Больше ничего? Так, лунный Новый Год, в королевстве объявляется праздник весны, спешите поздравить друзей феодалов. Слушайте, ну что же, опять у нас будет дракон, так ребят, дайте я здесь все соберу сейчас. Дракон, опять же, я так понимаю, будет на острове, колечко у меня сделалось, да? Ну давай посмотрим, что тут за кольцо, на кого оно у нас сделалось. Милорд, мой друг Шу устроит чудесный праздник, но нам нужно помочь ему добраться до замка. Смертные, ваша гибель лишь дело времени, если вы осмелитесь пригласить Шу. Друзья, эта злая ящерица так боится моих фейерверков, что не даст мне приехать к вам и устроить праздник. Шу заводила, говорит. Праздник весны. Милорд, мы должны пройти все испытания, добраться до логова и победить зверя. Чтобы Шу смог приехать к нам. Все лорды, а не только вы, будут проходить испытания и помогать Шу. Вы можете видеть общий прогресс и внести свой вклад. Ага. Так, ну что же, неплохо, я думаю, да? Этим обязательно мы займемся чуть-чуть попозже, ребята. Так, у меня еще и вторжение здесь. Я хотел посмотреть, что за колечко я сделал себе. Так, значит, урон, крит и у ворот. Урон, крит и у ворот. Давай теперь посмотрим, какое кольцо. У меня здесь одно, ребята, колечко, вот. Крит и у ворот. Ха, как раз, по-моему, оно и сгодится. Черт побери. Ну да, ты посмотри, как получается. Крит меньше идет, да? И у ворот тоже меньше. Но зато идет урон. Если я надену, посмотрим. Так. 361 тысяча в данный момент. Слушай, ну есть, есть, ребята, смысл менять. Тем более, тут 4 слота, а тут всего лишь 3. Хм. Ладушки, хорошо. Так, теперь мне надо посмотреть, что у нас, ребята, здесь на арене. Мне нужен тот артефакт, ради которого... Блин, ну это все не то. Мне нужен телепорт за спину. Я накопил, ребята, себе значки, причем уже давно. Но никак не могу дождаться телепорта за спину. Ну что же, а теперь... Сейчас, секунду, посмотрим, что здесь. Это реклама, все понятно. Так, это все мы заберем с вами. Давайте откроем сундук вот этот вот. Глянем, что из него нам выпадет. Ну, как обычно, ничего хорошего здесь не выпадает. Это все на разборку идет. 60 яблок, да? Ну что же, а теперь давайте посмотрим, что там у нас за такой праздник. Вот здесь вот праздник весны. И начнем вот отсюда. Ваш отряд и отряд врага. Отряд врага, то есть убийца зверя. Ребят, ну это, я так понимаю, да, обычные NPC-шки. Это нереальные игроки. Так что давайте приступим. Милорд, у вас есть... Ну давай добавим, хорошо. Добавим мы заклинания. Ну, мало ли, вдруг пригодится. Да что ты так не хочешь никак вставляться-то? Ну давай. Вот, и заодно сразу же приготовим. Так, приготовим. У меня, кстати, там, ребята, очень, по-моему, много... ...синих осколков. Надо какой-то фиол заказать, да? Тем более, манна мне позволяет. Только вот на что, пока не знаю. Так, у меня есть посох, кольцо. Это все, естественно, пойдет на разборку. Мне нужно еще четыре. Ну что ж, давайте что-нибудь с вами замутим. Ну, например... ...амулет. Естественно, фи... Ах ты, ах ты, зараза, не хватает, ребята. Мне, к сожалению, манны маловато еще пока. Так, ну здесь, друзья, мы, естественно, ребята, с вами чуть позже все это сделаем. Это будет за кадром. Чтобы не терять времени. Все, хорош. Поехали все-таки, в конце концов, уже сюда. В бой. Кстати, мы еще не навестили с вами Грава, да? Посмотреть я хотел, что там у него в лавочке продается. Ага, 15 монет. А вот это что такое? Сундук, по ходу дела, да, ребята? Специальный сундучок. Тоже мы с вами откроем это попозже. Я, как с вами пообщался, так понял, что мне срочно нужно ехать к вам. Ужасно вы грустные. Особенно дружок твой, мудрец. Ну, какой зануда. К счастью, есть среди нас люди с блестящим чувством Юра. Говорит Дональд Прославленный. Смотри, Донни, не ослепни от своего собственного блеска. Кое-кому плохое зрение уже сейчас мешает видеть ситуацию как следует. Смотрю, без меня у вас из-за развлечений только конфликт поколений. Маловато. Ха-ха. Прикалывается, да, он еще? Ну, я ему поприкалываюсь. Так, погнали, ребятушки, с вами дальше. По-быренькому все это пробежим. Так, ну я понимаю, в конце будет у нас босс именно дракон, да? Зверь этот. Вот, как пить дать именно он будет. Вот он, на заднем фоне. Переоделся мне. А ты-то что тут стоишь? А, Хонорик? Продлить? Ты просишь продлить? Ну, хорошо, давай, на недельку мы тебя продлим. Беги. Так, смотрите. Зарабатывайте монеты счастья за участие в игровых активностях и получите возможность выиграть прекрасные награды. Уникальный амулет, новое оформление замка, предметы экипировки в лунном стиле и прочие полезные призы. Ого, уникальный амулет, лунный фонарь. Броня. Так, здоровье. Раз в некоторое время при низком уровне здоровья, мгновенно восстанавливает охренеть, сколько здоровья и наносит охренеть, сколько урона вокруг себя. Понятно. В течение 4 секунд. Ребят, знаете, на что вот это мне напоминает? Вот это вот аура. Помните нашего мага-война из Tower Conquest? Да? Аура отражения. Вот что-то типа того. Вот честно говорю, уж больно сильно похоже. Ну что же, давайте, наверное, вращать. Сколько у нас стоит? Одно вращение 100 монет. Я могу сейчас 5 раз крутануть. Ну что же, поехали, посмотрим, что нам выпадет с вами. Ну, естественно, ядрен батон. Какой-то ядовитый шар, блин. Нафиг он мне сдался, а? Дайте мне лучше шмотку или артефакт какой-нибудь. Да чтоб тебе, ну, блин, самоцвет синий. На броню. Опять не то, что нужно. Ладно, поехали дальше. Тут еще можно 100 монет за рекламу получить. Манна. Офигеть. Да, супер-призы. Я получаю, однако. И, ну, почему не... 300 пыли, обычной причем. С самой обычной пыли. Ну, и что же? Да дайте шмотку-то, в конце концов. Что, специально, что ли, мне в эту серую пыль толкайте? Ладно, хорошо. Посмотрим, ребята, мы в конце. Вот, когда ивент закончится. Посмотрим, что мы с вами здесь сможем, успеем заработать. Ну, а пока бомбим этих сосунков всех. Пройдем, наверное, сейчас с вами ивент. Полностью. Посмотрим, сколько мы с вами заработаем. Сколько чего получим. Крутанем рулетки. Кстати, еще сундучки вот эти надо будет поскрывать и посмотреть, что там выпадает. Праздничный маг. Граф пропускает тебя через свой лес. И если ты устраивать шоу для орки. Без проблем, приятель. Говорят, если сесть на бочку с порохом, а потом она взорвется, можно взлететь выше леса. Хочешь попробовать? Выше леса? Граф хотеть летать выше леса. Вот и отлично. Ой, развел как дурачка, елки-палки. Пускай полетает, да? На бочке-то с порохом. Так, ну что же, сейчас мы этих разбомбим. Вообще какие-то изейшие. Никакого, знаете, сопротивления не вижу. Ни малейшего просто-напросто. Снимаем мы, ребята, эту серию, потому что вы сегодня мне в комментариях просто заполонили. Обновление, обновление, ребят, да. И хорошо, в принципе, что вы пишете. Иногда я могу забывать, занят немножко другими вещами. Но читаю комментарии и вижу, что вы заинтересованы. Поэтому, естественно, делаем сразу же серию, ребят. Может быть, я, конечно, и опоздал. Наверное, уже праздник длится пару дней. А я только сейчас делаю. Так, что, мы с вами прошли первую, да? Я так понимаю, хорошо. Давайте приступим ко второй части. Угу. Погнали. Давай-давай-давай-давай. Подожди-ка, а здесь уже, по-моему, реальные игроки, да, ребят? Слушайте, по-моему, да. Ну, как реальные? Я имею в виду те команды, которые есть в реальной игре. Магия позволяет мне превращать свое хорошее настроение в энергию, которая двигает мой ковер-самолет. Скоро буду у вас, друзья. Как хорошо, что мы не зависим от настроения, мудреца. Он такой зануда. Это точно. С таким настроением, как у моего старого друга, я ушел бы под землю, а не летел бы. Ха-ха. Угу. Лучший друг мудреца, елки-палки называется, да? Так, ну, подожди-ка. Вот, вот этот бой нам нужно с вами сделать. Обязательно прошуршать. Офигеть, там артефакт за артефактом только срабатывает. Но это ему не помогает. Отлично. Двигаемся, конечно же, с вами дальше. Так. Слушайте, еще немножко манны, ребята. Я все-таки закажу себе фиолку. Ну, а пока... Так, ваншот. Ваншот, у меня что-то какой-то больной, недолеченный. Давайте приступим. Минус. Эй-эй-эй-эй. Тут, смотрите, и улитка, и все вподряд. Хорошо, еще дракона нету, е-мое. Все, здесь мы выиграли. Слушайте, ну вот этот вот амулет, честно говоря, я хотел бы. Я не знаю, тут... Как твое путешествие, Шу? Не думал, что мой багаж весит так много. Мне пришлось запрячь пару драконов, чтобы они тащили мою телегу. Настоящих драконов? Быть не может. Я шучу. Все, чтобы позлить вашего зверя. Ха-ха-ха. Ты не ведаешь, с какой силой затеял игру, презренный колдун. Во-во. Именно главное против нашего зверя. Фига ли он наш-то? У нас кто в свое время? У нас только был Змей Горыныч. Но никак не вот этот дракон. Так, ну что, ребят, расколбас полный идет. Полным ходом бам-бим. И, по-моему, у нас осталась еще одна бойня, да? В этой, так скажем, второй главе. Так, я сейчас посмотрю получше. Последний или нет? Да, ребят, последний. И потом вот здесь еще пройдем. И будем драться уже, я так понимаю, с самим драконом. Посмотрим, что из него будет выпадать. Кстати, ивент... Сколько длится у нас по времени? Я что-то не посмотрел. Сейчас глянем. Оп-оп-оп. Только не говори, что ты нас еще тут разберешь. Хорош уже буяни-то здесь, родные мои. Разошлись. Тихо. Победили все-таки. Молодцы. Так, интересно, мы с вами 100 монет накопили. Должны, по идее, накопить, да? Ну, честно говоря, я люблю тратить, когда вот накопишь все, 150 в данный момент у меня. Смотрите, героический сундук. А что в нем? Ну, это можно найти, но не факт, что ты найдешь. Костюм Лунный Новый Год. Ох ты, весенний сундук. Что? Ну, здесь не айс. Так, это у нас фон. Хм. Ну, ребят, призы так себе. Вот честно скажу. Ну, ничего такого выдающего я не вижу здесь. Вот это, да, вот это я понимаю. Тысячу алмазов сразу заработать. Вот это было бы неплохо. И все. Ладно, кручу. Ну, конечно же. Конечно же. Ну, как говорится, получи манну. Самый, скажем так, ненужный для меня ресурс сейчас. Но мне его дают. Так, ладно. Здесь, кстати, если посмотреть рекламу, можем получить сундук. Давайте глянем. На всякий случай, может быть, что-нибудь хорошее нам выпадет. Вот я удивляюсь. Я посмотрел. Ну, почему ты не обновляешь меня? Вот ты специально так делаешь? Блин, ну засада. Так, хорошо. Тут у них опять, как всегда, обновляются фотографии и так далее и тому подобное. Блин, ну что же за издевательство такое? Ладно. Поехали тогда. Мы еще, наверное, по-быстренькому пробежимся здесь. Вот. Ух ты. Это что это у нас за повелители морей, так скажем, да? Такие в нарядах таких. Прикольно. Забомбили. Так, давай этих. Это же у нас эти жаробасы, да ведь? Они? С голым пузом, который у них там. Ну да, в принципе, смотрите, тут и мимики. Все переодетые. Даже орки. Отлично. Победа. То есть, если мы проходим 10 раз по 15 монет, 150 монет за 10 прохождений мы будем с вами получать. В принципе, немного, но и немало. Так, а кто здесь у нас? Награды. Это понятно. А зубастый дракон используется для украшения замков. Понял. Слушай, а за что это можно получить? Эти награды вы можете получить в любом бою. В любом бою, говоришь. Хм. Ну, знаете, тут, наверное, такой будет маленький мизерный шанс, что я даже не знаю, что вам на это сказать. Ладно, поехали. Нам тут еще осталось всего лишь 4 боя сделать. Поехали. Погнали. Не знаю, будем ли мы с вами проходить. Да, наверное, пройдем, да? Вторжение. Получим с вами билетик на арену. Он лишним не будет. Сейчас мы этих только сосунков расколбасим всех. Так, ага, упали. Мимики. Орки. Давайте, не выкаблучивайтесь. Угу. Это у нас предпоследняя волна. Слушай, ну как-то тяжело идем, если честно. Так, еще охламоны. Кстати, я не посмотрел, сколько у меня денег. А, в принципе, что деньги? У меня нету пыли, к сожалению. Блин, мне нужна пыль. Легендарная желательная. Шу, ну где ты? Так хочется праздника, веселья. Я спешу, как могу. Сейчас я переплываю полноводную реку на самодельной лодке с двигателем. Который я с-а-а-а-а. Что случилось, Шу? Зверь, если ты напал на него, знай, наша месть будет страшна. Старик убил себя сам. Жаль, что я не успел уничтожить его лично. Я жив, но мой костюм выглядит даже хуже, чем если бы зверь жевал его. Всего лишь небольшая недоработка в системе. Ха-ха-ха-ха. Будь осторожней, Шу. Ты нам нужен живым и здоровым. Шу. Шугарь, елки-палки. Так, ладно, мы с вами продолжаем. Тут осталось совсем чуть-чуть. Так, вот этот вот бой. Погнали. Просто хочу пройти и посмотреть, что мы все-таки получим в результате в конечном. Ну, забомбили. Так, а здесь у нас что? То же самое, да? Зомби, переодетые в костюмы. Кстати, почему-то вот этих вот костюмов сейчас не разыгрываются. А в тот раз были. Жаль, конечно. Так, предпоследняя волна. Что-то у нас как-то хреново, ребят, со здоровьем. Все, завалили. Тут, в принципе, враг-то не такой сильный. Он никогда не был здесь сильным. Но, тем не менее, нас потихоньку-потихоньку доразбирает. Так, замечательно. Получились с вами наградочки. И двигаемся дальше. Что, никакого диалога не будет на этот раз? Странно как-то. О, смотрите-ка. Чувачок у меня уже веселый. А когда я зашел, он был очень грустный. Ну что, давайте откроем и посмотрим. Ну, как всегда, я, ребят, абсолютно не удивляюсь. Еще ни разу отсюда не доставал Легу. Ни разу. И, по-моему, один раз достал Эпик. Все. Кисло, конечно же. Ну что ж, давай закажем какому-нибудь, ребята, предмет. Блин, да что такое? Не хватает. Не хватает мне манны. Ладно. Поехали. Совсем немножко осталось. В бой. Так, погнали. Отлично. Разбомбили этих сосунков. Так, тут у нас, ну, как обычно, пять волн. Вот эта заморозка мне вообще нравится, ребят. Массовая я имею ввиду. Ну и представляете, еще вот такую заморозку применять, то это вообще будет шик и блеск. Так, предпоследняя волна. Здесь у нас жаробасы морские. Так, давай падайте. И последний кто? Ну, никого здесь. Мимики. Так, тихо. Пробивает нас потихоньку, по-моему, да? Нет, ни шиша у них не получилось. Замечательно. Слушайте, а что вот в этих сундучках можно найти, интересно? Давайте-ка я сейчас... Так, здорово, что в замке будет праздник. Жаль, что я этого не увижу. Хочешь, я потом приглашу этого мага в бездну, чтобы устроить праздник там? Шу, ты ведь не примешь предложение нашего врага? Конечно же нет, я принципиальный и положительный. А всякие грязные предложения, которые мне присылают на электронную почту, я даже не читаю. Ха-ха. Ну-ну, типа того. Грязные предложения. Хе-хе. Так, что же нам... Что я хотел сделать? Черт, я отвлекся, ребят. Ведь что-то хотел глянуть. Так ведь? Хе-хе. Совсем память, как у девушки, короткая стала. Ё-моё. Так, это у нас закрыто. Ну, я, ребята, сейчас в последнее время в портал практически не хожу. Мне там делать нечего, потому что одет я полностью в легендарный шмот. Поэтому нет смысла фармить. Может быть, если только что-то лучше себе найти. Но, знаете, я не уверен с таким шансом. Так, общий прогресс для всех игроков. Для всех, ребят. То есть, мы делаем вклад, да, и за это вот будем получать вот эти призы. Можно найти легендарный предмет. А так, эпический только. Хм. Понятно. Так, теперь я, кажется, вспомнил, что я хотел сделать. Зайти вот сюда. И крутануть. Как раз накопил. Праздник завершится через, ребята, 12 дней. Вот так вот. Ну что же, неплохо, я думаю, да? 12 дней. В принципе, можно одеться неплохо. Надеюсь, что можно одеться в плане того, что получить праздничный шмот. Я вот про это имею в виду. Так, ну а мы с вами продолжаем праздник весны проходить. И у нас очередной враг. Миллион 160 мощей. Поехали в бой, ребята. Так вот, говорю, сейчас мне шмотки в основном не интересуют. Мне больше интересует пыль. Ну и, конечно же, голда. Все почему? Потому что нужно обтачиваться. Обтачивать самоцветы, которые потом, естественно, мы вставляем к себе в оружие, в броню. А также в кольца и в ожерелье. Вот с этим сейчас действительно напряг. Особенно про легендарные я, конечно, вообще молчу. Сколько там нужно денег и пыли. Да даже эпические. Слишком накладно получается. В общем, сейчас основной фарм должен идти у меня на пыль. На пыль. И на эту, как ее? И на голду. Деньги здесь тоже, ребята, очень быстро улетают. Особенно при заточке. Так, ну что? Нам, по-моему, ребята, остался последний бой, да? Да, вот он. Вот он, дракончик. Ладно, подождем, пока у нас восстановится здоровье. А пока... А пока, говорю, сбегаем на вторжение. Здесь мы с вами здоровье вообще не тратим. Просто на расслабончике. Смотрите. Сейчас. Что-то не сказал бы, что на расслабончике. Ну да ладно, нормуль. Так, сундучок мы с вами получили. А я хотел же еще сундук глянуть. Вот праздничный, да? Вот он. Давай посмотрим, что у нас тут. Ох ты! Можно найти легендарный предмет? Нет. Слушай, ну давай посмотрим, откроем. Что выпадет? Ну неплохо. Пыль, это уже хорошо. 110 пыли. Оу, ребята, шмотка выпала. Нифига себе. Эпическое оружие. Хм. Неплохо. Что я могу сказать вам? Еще одна шмотка выпала. Шикарно. Так, синяя. На дровосека. Вот это уже хорошо. Яблочки. Спасибо большое. Ох, здесь даже манну дали. А манна мне нужна. И голда. Вот голда тоже мне нужна очень сильно. Так. Кристаллы. Слушай, а эти шмотки... Погоди-ка. Урон. Необычная броня. При получении урона есть шанс 20% восстановить себе 6% здоровья. Слушайте, ребят, ну это... Это ерунда на 88 уровень. Это не то. Это слишком слабенько, да? Опа, смотрите-ка. 89 уровень. Да что такое? Если бы это было бы, знаете, как скин, это было бы хорошо. Оу. Смотрите-ка, опять эпик выпал мне. Так, ну, по области наносит урон. Это мне не нужно. Это меня не интересует. Да эти пыли-то нормальные побольше. Ё-моё. Так, опять же у нас на дровосека, да? Выпал костюмчик синий. Блин, подожди, это уже... Мы уже пошли с вами обычный. Так, ну что же, давайте я гляну на своих, ребята, дровосеков. И костюмы. Вот что меня сейчас интересует. Именно костюмы на дровосека. Вот сравним. Слабоват. А вот здесь... Блин, слабоват. Так, погоди-ка, здесь 430. Я думаю, что... Всё это очень слабенько у нас будет. Наверное, придётся нам вот это всё разобрать сейчас. Прямо вот сию секунду. Мда. Я думал, что здесь будут шмотки, как бы вам сказать, получше. Но, видите, они не такие уж и хорошие. Поэтому разбираем. 430 и 449. Это нам не нужно. Слушайте, я думаю, что вот это тоже надо разбирать. Но куда? Куда? Оно не пойдёт. Так, подожди. Это точно у нас не дополнительно, не сверху одевается? Так, давайте-ка проверим. Вот мой лучник, да, стоит. И, например, надеть. Нет, ребята, это полная замена шмотки. Тогда, к сожалению, придётся мне разбирать это всё дело. Для меня это не подходит. Ну что же, давайте бомбить дракона. Посмотрим, что у нас получится. В бой. Да, я хочу пойти в бой. Да, хорош уже. Всё у меня нормально. И магии достаточно. Так, я так понимаю, он будет на последней волне. На пятой. Ну, а пока бежим. Слушайте, но есть смысл, ребята, набивать здесь сундуки. Есть. Поверьте мне. Потому что дроп довольно неплохой идёт. Так, ну что же. Последняя волна. И у нас с вами дракон. Вот он. А ну-ка, заморозочку. Ой, какой же он, ребята. Это ватненький. Ты посмотри. Всё. Подбили. Вообще, без каких-либо проблем. Ну, что он сейчас будет орать во всю глотку. Ну, как вы там, друзья? Поколотили зверя? Да, ящерец теперь знает, кого стоит бояться. Проигран бой, но не война. Я не позволю Шу устроить этот праздник. О, и будто тебя кто спрашивает, абразина. Но если ты исправишься, я разрешу тебе поддержать праздничный факел. Или что-нибудь в этом духе. Будь ты проклят, старик. Я доберусь до тебя. Вот так вот и пообщались. Ну что ж, давайте мы с вами вскроем последний сундук. Вот этот вот. И что тут достается нам? Ну, опять же, 86 уровень. На разборку это всё. Ну что, смотрите, у нас... Ну, неплохо, неплохо. Я, наверное, сейчас поставлю вот эти вот самоцветы. Переработка осколков. Использовать. Все абсолютно давай. Подожди, а почему тысячу-то? Давай. Сколько? Тысячу... Блин, осколков это нужно? Десять лямов? Это ж охереть просто. Ну, зато получим 25 тысяч пыли. А это, знаете, это мелочь, ребят. 25 тысяч пыли. Это... Тьфу! Растереть и выкинуть. Ну да, как-то так. Ну-ка, что у нас тут есть? Нет, не хватает, ребята, не хватает. Так, давайте-ка я дальше попробую пройти вторжение. Уж начал. Давайте добьём тогда уж. В общем, короче, ребята. Какое моё решение по поводу этого ивента? Я считаю, что ивент хорош. Хорош. Ничего в нём сложного нету. Проходишь, как говорится, в своё удовольствие. Получаешь сундуки. Получаешь монетки. Соответственно, монетки крутишь на рулетке. Сундуки вскрываешь. И из них тоже можно получить что-то полезное. Есть там призы достойные. Там и костюмчики есть, да. Там же можно и выиграть тысячу кристаллов. Хотя маленький наверняка шанс, больше чем уверен. Но всё равно, как говорится, на халяву, ребята. Думаю, что надо пытаться. Надо играть. Надо пробовать. Так что моё общее мнение. Да. Праздник достойный. Так, ну что. Давай тогда мы ещё вот здесь вот забомбим. Ребята, это только я прохожу ради того самого билетика на арену. Потому что, честно говоря, у меня большая проблема. Я их все потратил. И, как я вам уже говорил, сейчас основное моё усилие идёт на то, чтобы раскачать, прокачать самоцветы. Те, которые вставлены и те, которые не вставлены. Вот, чтобы вам было наглядно видно, ребят. Ну, посмотрим, предположим, да. Вот, видите, да, сколько ещё нужно вставлять. Сколько ещё. Ну, это очень много. Очень много. Но все герои, все мои герои, абсолютно все, надеты в легендарную одежду. Не скажу, что здесь full. То есть, сотый уровень. Здесь есть и 99-й, и 95-й. Вот это вот 92-й даже. Вот это, кстати, желательно бы заменить. Если честно. Вот этот посох тоже пора бы заменить. Ну, а так вроде бы... Вроде бы всё нормуль. Остальное вроде бы всё по соточке у нас идёт. Так что, как бы, я особо не расстроен. Да, надо, конечно, поменять вот именно посохи. Ну, у этой нормуль. Да, вот получается вот этот посох, потому что он 92-го уровня. И вот этот. А в остальном всё прекрасно. Ну что же, давайте дальше с вами забомбим этих орков. Ну, как вы понимаете, нужно очень много денег. Вы сами только что прекрасно видели. Если мы получили тысячу осколков зелёных, если перерабатывать, это нужно 10 миллионов голды. Это же охренеть. Честно вам скажу. Это очень много. И сколько копить надо будет, это звездец. Это нужно, ребята, ежедневно фармить. Ну, так как я сейчас очень много разных других игр снимаю. Мне, как бы, не могу я этим сейчас заниматься вплотную. Но это не означает, что игру-то я забросил и забыл. Нет, всё, нормуль, всё помню. Захожу периодически. Хотел обратиться к Сакланову своим. Так что, ребята, не пугайтесь и не думайте, что я забросил и ушёл из игры. Нет. Периодически заходим, проверяем, навещаем. Надеюсь, Халк не подводит нас там. Контролирует ситуацию. Так, ну что, осталось совсем немножко. Ещё три. Три, ребята. Атаки и вторжение будет побеждено. Да. Так, давайте бомбить. Всё. Сосунульки. Ящички, сундучки зарабатываем. Отлично. Ну что, последние два боя. Так, погоди, секунду. Кто там пришёл? Ага, крыса. Давайте мы заберём вот эти вот подарки сразу же. Вот так вот. Потом отправлю я. Обязательно это сделаю. Ну что же. Давайте добьём уж. Наверное, я не пойду, ребят, сегодня в бухту. И так же на арену. Подожди. А, я думаю, что такое замедление-то? Смотрите, на первой скорости такое ощущение, что мы... Сейчас, секунду. Не то, что как раньше, да? Это была у нас обычная скорость. А как будто мы замедленные. Вот, смотрите. Мы это проверим на последнем бое. Радомир. Так, конечно, в бой. Смотрите, я сейчас нажму первую скорость. Смотрите. Такое ощущение, что мы как в замедленном этом варианте. Да, на самом деле здесь преуменьшена скорость. Ну, полторашка должна быть как минимум, чтобы нормально чувствовать игру. Так, вроде бы всё, да? Мы с вами получаем награду, в котором будет у нас билетик на арену. Так, ну что же. На арену я не пойду. В бухту самоцветов я тоже не пойду. А значит, что можно и закругляться. Ну что же, ребята, вы просили, да? Посмотреть, показать вам обнову. Я показал. Вы посмотрели. И скажу вам, что да, достойно, достойно. Можно играть, можно проходить. Тем более 12 дней ещё будет длиться. Так что за 12 дней можно тут много чего нафармить. Ну, а на этом всё, дорогие мои друзья. Я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр. И мы с вами увидимся в следующих сериях по-разному. Новым интересным играм. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»